АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай. Поговорим, да? В общем, тот же Тавалай. Дядя же здесь учился, да? Конечно. Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, и Герман Дау... Герман Дау... АПЛОДИСМЕНТЫ Герман Дау... Герман Дау перебрался в наш славный город из вражеского Петербурга. Герман Дау... 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 Такое, знаете, уже когда джаз перестал быть, перестал быть, когда джаз начали переставать играть с, ну, как сказать, паттерными переставлениями. Когда джаз перестали играть паттернами, шаблонами, когда еще были, ну, если до этого были какие-то четкие совершенно правила, что должен играть басист, что должен играть барабанщик, что должен играть пианист. Где-то с конца 50-х, с начала 60-х годов музыка фортепианная, джазовая стала уходить в такую полифоничность, когда каждый инструмент из тех, что есть на сцене, он создает какую-то свою линию, которая как-то, ну, по-другому она импровизируется, и, во-вторых, она еще взаимодействует с остальными музыкантами. И вот такую музыку мы, такую музыку мы немножко играем. И начнем с одной весенней песенки, которая называется Let's Do It. Почему эта песенка весельняя, а вот не приметесь, найдите в интернете текст этой песни, и все будет по-другому. Потому что обычно на концертах я рассказываю, что какая песня, как она появилась, но на сценах здания джазового я ставлю это в качестве домашнего задания. Ну что же, вы готовы? Спасибо. 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 Дальше мы будем сыграть. Что мы хотим сыграть? Мы будем сыграть еще один стандарт. Love will come back to me. Любовь. Ну что, любимый и вернись, короче. Домашнее задание. Смотрим текст песни. Мы изучаем. И изучаем, понимаем, о чем она. Всем советую играть. Играть в инструменте, на любом инструменте, играть, не зная текста песни, нельзя. Может быть, сюда, не зная текста песни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 не могу поверить джим макью я пытаюсь помню как я узнал об этом стандарте по-моему это была одна из записей 50-х годов где играл по-моему Ликони с Инджелем Маллигом вместе и там, во время того, что красиво это действительно сама тема там прекрасно арунджироваться очень советую, между прочим, тем, кто джаз занимается серьезно повнимательнее обратить свое получше получше как это сказать по-русски? уделить особое внимание уделить особое внимание творчеству Ликони с 50-х годов там такая просто огромная палитра мелодий настолько красивых личных ну и там, где на тех альбонах, где несколько уроков там еще прекрасные уроки в общем, мы говорим тем, кто джазом интересуется жить без этого не знаю просто да, это то, как я просто вспомнил, как я познакомился с этой мелодией а мы, да, мы в таком же духе в таком же духе без духовых, без духовиц в таком же духе в таком же духе в таком же духе не знаю а мы прям и у в таком же духе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 что, может быть, на альбоме получилось лучше, чем сейчас получится. А может быть и нет? Может быть нет. Сыграем вещь, которая называется «трагическая». Смерть последнего динозавра. Причём, когда мы встретились, Петя мне говорит, что почему смерть, название должно быть гибель последнего динозавра. Я говорю, нет, это смерть, потому что динозавр не погиб трагически. Он просто жил, составился и умер. И даже, может быть, сам не знал, что он последний. Смерть последнего динозавра. Смерть последнего динозавра. Смерть последнего динозавра. Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...